Трагедия, потрясшая не только магнитку, но и всю страну. 31 декабря в канун Нового года в городе обрушился подъезд 10-ти этажки. Хронология событий, итоги спасательной операции и ситуация сегодня в материале Марии Клименко. В 6 утра был очень сильный хлопок, мы побежали на кухню смотреть. Выбежали, видели фиолетовый дым, очень сильный, и дом постепенно начал обрушаться. Слышали, девушка утром кричала, помогите, спасите. Вот когда только случилось, когда первый взрыв произошел, она прям кричала очень сильно, мужчина кричал тоже, спасите. Пыль и крики о помощи. Около 6 утра в Магнитогорске рухнула часть дома. Из-за взрыва бытового газа подъезд дома номер 164 по проспекту Карла Маркса превратился в груду бетона. Мы выскочили, тут уже народ был, уже никого не было. Мы, давай спасать, вытащили двоих детей из-за, ну вот, мы помогли, спасибо нам, что подъехали все. Но страшно, страшно, страшно. Помогали, помогли. На месте работали все спасательные службы, включая кинологов. В город прибыло подкрепление 200 человек личного состава МЧС из Челябинской области и 300 спасателей из Москвы. В регионе объявили режим ЧАЭС, а уже вечером на место обвала прибыл Владимир Путин. Глава государства провел экстренное совещание в штабе МЧС. На данный момент времени сколько погибших, какие в этом смысле прогнозы? Пока обнаружены 4 человека погибших, мы извлечили 5 человек пострадавших. Предположительно, под заловами находятся 36 до 100 человек. В первые часы было спасено 52 человека. Пятерых доставили в больницу. Среди тех, кого спасатели извлекли из-под завалов, 13-летний Сергей. Подростка навестили президент и губернатор Челябинской области. Пресение головного мозга, уши в мягких тканях, уши в грудной клетке, уши в мягких живота и обморожение статуи. Люди ждали чудо. И на второй день спасательной операции оно произошло. 1 января из-под завалов извлекли 11-месячного Ваню Хокина. В капкане бетонных плит ребенок провел больше 30 часов. Отец сутки напролет дежурил у места ЧП. Он, жена и старший сын спаслись сразу же. А маленький Ваня остался в кроватке. Малыша срочно госпитализировали и отправили в Москву. Сейчас он идет на поправку. Малыша сказала, что есть улучшение небольшое. А я сейчас постепенно. Немножко. Шансы есть. А украинцы есть. 2 января в Магнитке объявили днем траура. В память о погибших у завалов прошла панихида. Здесь же люди организовали мемориал, несли цветы, игрушки, свечи и иконы. Спасательная операция длилась 4 дня. На месте у завалов круглосуточно работали спасатели. Около тысячи человек в общей сложности. 3 января из-под завалов достали последнего, 39-го погибшего. Это женщина. У нас из 39,6 детей погибло 12 мужчин, остальная женщина. Вот коварная стена, которая кирпичная, которую вы все равно изучили. Вот именно оттуда было извлечено сейчас последнее тело. Она нас все время держала в тонусе и могла в любой момент, в общем-то, обрушиться. Но, тем не менее, выстояла. Спасибо ей за это. Спасибо и строителям, которые мониторили отхождение. Ее колебания до 3 сантиметров уходили влево-вправо. Из разрушенного дома эвакуировали даже животных. Спасли несколько кошек, рыбок и собаку. Собака была в контакт. Пошла навстречу, рука была под форму такой, большую кусочку людей. Собака с удовольствием подбежала, поела. В принципе, при первичном визуальном осмотре собака. Здорового обморожения на собаке не обнаружено. Завалы расчистили полностью. Осмотрели каждый уголок, отмечают в МЧС. 4 января московский гарнизон покинул магнитку. Последний день уходящего года. Словно замерли часы на циферблатах. И никак не отпускал нас сей уходящий день. И только сегодня мы понимаем, что жизнь продолжается. Живым жить, творить и помнить. Павшим вечным славам. В этот же день начались похороны погибших. Под бетонными завалами погибла семья Крамаренко. Игорь работал на комбинате. Жена Анастасия преподавала французский в МГТУ. Жили супруги вместе с полуторагодовалой дочкой на девятом этаже. Это горе, горе для всех, горе для всего города. Я считаю, что для нашей страны это тоже горе. Затрону во всех, абсолютно всех в нашем городе. Не родственниками, так друзьями, так коллегами. Все скорбим, все плачем, все помним и любим. Сегодня место ЧП огорожено железным забором. Здесь круглосуточно дежурит полиция, работают строительные бригады. Под снос пойдет устоявшая стена, а вместе с ней и восьмой подъезд. Обследование дома до сих пор продолжается, а рядом с ним планируют установить мемориал.